МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну что ж, всем привет! Поздравляю вас с пришедшей зимой. Меня зовут Татьяна Ларина. И раз в неделю, в любую погоду, самую снежную, самую ветреную, деревенька обещает согреть вас своим теплом. Итак, сегодня вы увидите. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выбирались старожа на сельских сходах. И им выдавались удостоверения и вот такие нагрудные знаки. Находка, которая возвращает в прошлое. В Климовичевском районе нашли знак «Полевой сторож», которому полторы сотни лет. Это наша строкоза. Козочка-строкозочка. А тая колобок вторая. А что колобок я прозвала? И наек наесться, так и наек колобок. Такая круглая. Полное подворье желатины – настоящее счастье, считает героиня рубрики земляне. Кем ты хочешь стать? Комбайнером. Почему? То, что я люблю кататься и езжать. Маленький человек на большой земле. Как воспитать в детях стремление трудиться, знает семья Нестеровых из деревеньки Баевка. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Один за всех и все за одного. Всем известный девиз мушкетеров взяли на вооружение хрупкие девушки. Молодые бухгалтеры хозяйства «Новая друдь» создали молодежно-производственную бригаду. В чем ее суть, выясняла деревенька. Татьяна Белова работает в «Новой друде» 4 года. Она должности заместителя главного бухгалтера. А теперь еще стала бригадиром. Девчата единогласно выбрали ее на эту роль. Говорит, суть молодежной бригады в том, чтобы наиболее эффективно выполнять производственные задания. Так мы работали все вместе, мы каждый свои вопросы решали. А здесь мы уже решаем какие-то общие вопросы организации нашей. Что сами не знаем. Друг другу помогаем. Если человек говорит, что он все знает, значит, он ничего не знает. Названия у бригады пока нет, но это дело времени. Вы знаете, мы как бы еще об этом не думали, мы об этом подумаем. Но, возможно, бригаду нашу назовем девчата. Конечно, молодые бухгалтеры и раньше поддерживали друг друга, а сейчас и вовсе нельзя подвезти товарища. В бригаде 4 человека. Все как один приехали в Техтин из городов. И ну вот рискнула и переехала с города сюда. И как впечатлили? Знаете, положительная. Выделили домик. Мы там живем тоже с одной девочкой, тоже из нашей, так сказать, бригады. Поэтому весело и хорошо нам. Боевое настроение молодых передается и тем, кто не первый десяток лет трудится бухгалтером. Мне кажется, мы помоложе смотримся сами по сравнению с нашим коллективом. То есть вы молодеете тоже? Мы молодеем разом с ними. К слову, по инициативе райкома БРСМ в Новой Друти планируется создать и молодежную производственную бригаду животноводов. Система видеонаблюдения установят до 1 января 2014 года на 100 молочно-товарных фермах, которые оборудованы доильными залами. Все для того, чтобы наблюдать за процессом ухода за животными и дойкой. Подробнее об этом расскажем в ближайших выпусках «Деревеньки». Но пока к другим новостям. Решением Минселькоспрода закупочные цены на молоко в Беларуси увеличены на 10%. Это уже второе повышение в нынешнем году. Теперь стоимость тонны молока сорта «Экстра» установлена в размере 3 млн 891 тысячи рублей. Высшего – 3 млн 352 тысячи. Так что разница в выручке сельхозпроизводителя может быть существенной. Килограмм молока «Экстра» стоит почти 4 тысячи рублей на 500 рублей дороже высшего. Новая сельхозтехника, которая должна была поступить в хозяйство в текущем году, полностью закуплена. Сообщили в облсельхозпроде. До миг дворов уже доехали 80% сельхозмашин. Остальные на очереди. Парк области пополнился 119 новыми зерноуборочными комбайнами, полусотней энергонасыщенных тракторов и другой техникой. А сейчас познакомимся с семьей Нестеровых из Кричевского района, которая доказала, что если трудиться, то можно и в глубинке, в маленькой деревеньке создать доходное хозяйство и теплый домашний уют. Деревня Баевка – лучшее сельское подворье среди молодых семей Кричевского района. Ольга и Александр Нестеровы занимаются собственным хозяйством. Лыска младшая, лыска старшая. Это Зорька, там Мальвина и Марселла. Всего семь коров, десяток свиней, кур и уток спал сотни. Супух помогает мне утром, устаём с ним полшестого утра. Вместе с ним поем, корову кормим. А я даю сама одна. И так каждый день? Да, каждый день. Без отпуска и выходных? Да, да. С утра до вечера. Большое хозяйство даёт хорошую продукцию. В этом году Нестеровы продали 20 тонн молока и почти 400 килограмм мяса. Это каждые 10 дней – это моя зарплата. А в колхозе это нужно работать месяц. Держать хозяйство и зарабатывать деньги помогает свой парк техники. Хозяин показывает сыну, как ездить на тракторе. Мужчина цели семейного хозяйства знает чётко. Ну, хочется, чтобы дети были сыты, сам был сытодетый, ну и так далее. Своё хозяйство – это надёжный заработок крестьянина во все времена. Местные власти поддерживают работящие семьи таких, как Нестеровы. Просто целеустремлённые люди на будущее, значит, работают, получают за это деньги и расширяются. Сами, видите, дом построили, баньку, сарай. Всё это ход способом, за свою копейку. Значит, есть смысл заниматься? Значит, есть. Мама Ольги, Валентина Гришина, кстати, депутат сельского совета, сама держит хозяйство и рассказывает внучке, как её мама училась работать. И она с детства, с шести лет, убегала на ферму, подменяла отпуска до яркого. Так что не словить было дома. Всё, вся в работе. И сейчас она только хозяйство, чтобы было, чтобы приляжено было, чтобы достаток в доме был, чистота. Ну, вы сами видите. Дети Анастасия и Эдуард хорошо учатся и стараются помогать родителям. Правда, девочка мечтает стать милиционером, и со всех домашних питомцев ей больше всего нравится ручной кот Маркиз. Эдуард вместе с мамой строит тяжёлую технику. Пока из Лего. Кем ты хочешь стать? Комбайнёром. Почему? То, что я люблю кататься, езжать. Ну, там, можно видеть, сколько тонн, комбайн нажал. Там, ажатка крутится интересная. И едет. Местные власти рассчитывают, что примеру Нестеровых последуют и другие молодые семьи. Говорят, что на земле не разбогатеешь. Но всё-таки это факт. Разбогатели. Разбогатели. Чуть-чуть, но разбогатели. И я думаю, что дальше будут так же вести они, это подворье расширяться будут. И больше денег, как говорится. Чем богатше люди, тем крепче государство. В 19 веке в каждой деревеньке был свой полевой сторож. Он охранял земельные угодья, следил за соблюдением правил об охоте, в общем, следил за порядком на земле. В Климическом районе нашли знак «Полевой сторож», которому больше 150 лет. Совсем недавно в наш районный Кривеческий музей пополнился ценной находкой, должностным знаком «Полевой сторож». Передали его в музей рабочие, которые нашли данный исторический предмет во время замены теплотрассы в одном из домов райцентра. Новый экспонат относится к 19 веку. Небольшая железная бляха с надписью. Этот знак ввели в Российской империи в 1863 году. «Полевой сторож» нанимался землевладельцами либо сельскими обществами для охраны земельных угодий. Выбирались сторожа на сельских сходах. И им выдавались удостоверения и вот такие нагрудные знаки. Если сравнивать с нашим временем, то, наверное, эта должность похожа на работу землеустроителя, который совмещает в свои обязанности лесничего и даже участкового милиционера, потому что «Полевой староста» должен был задерживать и штрафовать нарушителей земельного порядка и правил охоты. В нашем районном Кривеческом музее имеется еще один должностной знак «Сельского староста», который стал одной из первых находок нашего музея еще в 80-е годы. Подобные должностные знаки на интернет-рынке древностей стоят недорого. В районе сотни полторы долларов. Но ценность этих находок для Климовического музея большая. В том числе и потому, что их принесли и бесплатно. Отдали сами люди. Хоть в последнем случае дарители и пожелали остаться неизвестными. Мы рады, что они нам приносят, что память останется в нашем районе, то есть не выйдет за рубеж куда-нибудь, а именно в нашем районе останется. И все-таки это вековечение этого имя человека, который принес, это уже слава ему, в первую очередь, будет, конечно же, нашему музею, нашему району. Климовический Кривический музей пополняется экспонатами. Их теперь 6,5 тысяч. Но, собственно, и само здание музея – это большой и ценный экспонат. Во-первых, он является памятником архитектуры. Наше здание – 1867 года постройка. И строил ее князь Мещерский для своей дочери Марии Николаевны. И вот в будущем мы хотим, у нас планируется реконструкция нашего музея, и мы хотим от один из залов посвятить уголочек нашей князине Мещерской, которая жила в этом доме, владела этим зданием, все-таки запечатлеть эту историю. Зима началась, Новый год уже не за горами. В каждой деревеньке накроют праздничный стол. На нем будет все самое лучшее и самое вкусное. Шампанское – классика новогоднего застолья. А с ананасом еще лучше, тем более со своим. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите, как мне в гости. Что ж, Галина Михайловна Подобаева теперь часто принимает гостей. Она – хозяйка новой местной диковинки. Ананас, да не простой, а выращенный на собственном подоконнике. Все климические знакомые стремятся глянуть на домашний ананас, ждать которого пришлось ой, как долго. До сегодняшнего дня уже почти пять лет. Стоит ожидание этого? Да. Я очень рада, что я рискнула, что я столько ухаживала. И, конечно, он отблагодарил меня. Необычные растения, редкие цветы и плоды – хобби Галины Михайловны. Поэтому ананас стал для нее следующим экспериментом. Поначалу казалось, что довольно простым. Мы купили ананас, срезала вот эту верхушечку, посадила ее в землю и ждала. Он сначала дал маленький отросточек. Вот с этого отросточка началось мое ожидание. Сначала он сидел долго, а потом начал расти. Самым невероятным сюрпризом для хозяйки ананаса стало цветение, внимание, самого плода. Самое интересное, я никогда не знала, что ананас цветет. И вот здесь вот эти пятачки, и каждый пятачок протвел. И твел он такими светло-сиреневыми цветками. Сомнений у нас нет. Ананас будет вкусным. Доказательство – это его запах очень сладкий, какого, к нашему большому сожалению, почти никогда не бывает у ананаса в магазинах и на рынках. Вкусно? Очень вкусно. Гостиная в доме Галины Михайловны – настоящий зеленый оазис. Тут есть и особенные редкие растения, например, инжир и кофе. Что ж, эта хозяйка даже в Мурманске растила огурцы. Там она работала и вышла замуж за уроженца Климович. Позже супругам пришлось сменить морское дело на сухопутные просторы восточной Беларуси. Но любовь к растениям осталась неизменной. У нас как бы взаимная симпатия. Я их люблю, они мне нравятся, и они мне отдают тем же теплом, той же красотой. Что ж, Климовический ананас созрел и появится на новогоднем столе подобаевых. Кстати, вместе с домашним лимоном, который тоже как раз поспел к самому главному празднику года. Знаете, как говорят, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Ну, я и рискнула. Попробовала. Да. Ну, ананас как раз к шампанскому. Между тем, Галина Подобаева обещает новые ботанические эксперименты. Весной будет море нарциссов, летом вечный кабачок. Мы ждем и вам обязательно расскажем. Ох и погода сегодня сырость, ветер, мороз кусается. Но героине нашей рубрики «Земляне» не холодно, а потому что она всегда при деле. Ведет подсобное хозяйство, поет в ансамбле «Белорусочка». В общем, дел хватает. Знакомьтесь, Галина Лысова из агрогородка Тетерина Круглянского района. Галина Ивановна с сестрой Надеждой распаковывают подарок. Картину Ивановне подарили за призовое место. В районном конкурсе «Лучшее ветеранское подворье». Подворье у нее действительно знатное. Знакомьтесь. Это наша ствикоза. Козочка-стракозочка. А тая колобок вторая. А что колобок я призвала? И на як наесться, так и на як колобок. Такая круглая. Козы – хозяйские любимицы и кормилицы. Молоко всегда свое, свеженькое. А як рыжаются маленькие такие хорошие козлятки. Ой, вы представляете, это прелесть. Вообще маленьких люблю. И тепляток, и козляток, и порысяток. Это вообще, я не знаю, я вообще не могу даже выразить радость, которая у меня на подворье. А вот и она – радость во всей своей красе. А это уже экземпляры покрупнее. Они тоже такие понимают. Очень понимают человека. Один раз кабанчик выскочил, а мне нечто плоховато было. За белым бы бегала, а этого кажу – а ну-ка, иди на место. Он так поглядел на меня и пошел. Я сама удивилась. Правда. Особая гордость хозяйки – закатки. От такого изобилия у кого хочешь, слюнки потекут. А Ивановна рассказывает, трудиться родители учили с самого детства. Никаких поблажек ни у нее, ни у сестры с братом не было. А за руль автомобиля села еще во втором классе. И что вы думаете, нагрузили ли он на машину? И папа был наверху и сказал, мне подъехать. Я была во втором классе. А я же ни разу не ездила. Ну и села. Он говорит, ну и едь. Я надавила на газ. И мой папа шкинулся из машины. Было, в общем, чудно дуже. Брат и сестра живут здесь же, в Тетерина. У меня раньше я держала две коровы и две свиноматки. И телятки были от коров. А теперь не нужно уже? А сейчас уже дети все поразлетались по своих домиках городских. А мы с дедом остались в деревне. А вот у брата тоже кузы. С хорошим аппетитом. Когда все дела по хозяйству сделаны, сестры поют. Внук Галины Ивановны, вдохновленный успехом Зои и Валеры, даже разместил видео в интернете. Он включает компьютер и музыка. И мы там стоим и поем. А говорили голосу, не раздавайся по лесу. Мережек елочку рубал меня, по голосу узнал. Так и живут. Работают, поют и говорят. Нет лучше родной деревеньки. Ну и вот здрасте, с вами встретилась. Ну и все. СМЕХ Как уже говорила раньше, на дворе декабрь Новый год близится. А значит, нашим зазнобам пора стряхнуть с себя усталость года уходящего и во всей красе встретить год грядущий. В Могилевской широй мастерни провели мастер-класс по приготовлению экологически чистой косметики из подручных средств. И деревенька, конечно, тоже посмотрела, полюбопытствовала. Ну, как-то вот надоело, что нас кормят картинками, которые, в общем-то, дают достаточно недлительный эффект и больше наносят вреда. То есть в какой-то момент возникла мысль, а как вот ухаживать за собой без химии? Стать красивой можно, не прибегая к уловкам хирургии. В этом уверены хозяюшки широй мастерни. Все рецепты красоты даны природы. Собрались принять в ванну, смягчите воду с содой, взялись за помывку, сварите домашнего мыла. Мы делаем сами из масла. Можно добавить, как раньше все-таки сделали, на жиру. На собачьем. Говорят, что самое лучшее на говяжем. Ну, все-таки растительное масло более предпочтительное. А как насчет того, что купить какую-то мыльную основу? Да, можно купить мыльную основу. Большой очень выбор. Есть белая, есть прозрачная, есть экологически чистая основа. То есть это те же масла и щелочь, только уже сваренная, где это распасованная и проданная. Добавки можно добавлять любые. Это может быть и сахар, и овсянка, любые травы. Вот здесь с лавандой. А вот вам еще рецептик. На этот раз из глины. Ее можно не только в качестве масок использовать, но и вместо геля для душа смело применять. В первую очередь, два первых компонента – это глина и куф. Масса ваша должна стать просто такой густой. Настолько густой, чтобы вы могли ее свободно брать в руку. Вы моетесь без милой мочалки. То есть вы наносите вот эту массу в ванне, в душе. В ванне, конечно, вообще шикарно. Наносите они свое тело обычными массажными движениями. Пока мы ее проводим, вы прямо чувствуете, как вы становитесь бодрее и энергичнее. И, естественно, вы не только моетесь, вы активизируете ход собственной энергии. Уместить все рецепты в одной программе сложно. Проще прийти в майстерню на мастер-класс. Тут научат, покажут и расскажут, как сделать жизнь лучше, а себя счастливей, без особых затрат. Ну, а теперь только осталось попробовать воплотить, чтобы быть самым красивым. Но, по мне, зрители деревеньки и так всегда самое лучшее, без вариантов. Всего вам самого хорошего и до встречи. Холодно сегодня, пойду греться. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok